Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем спектакль. Пожалуйста, выключите ваши мобильные телефоны. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дура ненормальная, вот ты кто! Дура ненормальная, которая забралась в ванной, это я А этот, который орет за дверью и умоляет меня не дурить, мой муж Антония, выходи оттуда, умоляю Я тут принимаю коктейли с таблеток Сидуксен, тазипам, люминал, веронал, элениум, реланиум и восемнадцать аптеритоновых свечей кусочками внутрь перураль Антония, скажи что-нибудь Муж вызвал скорую, значит скоро приедут Сейчас приедет скорая помощь, дверь сломают Господи, третий раз за месяц Когда откачивается, хуже всего это Резиновая кишка в глотку И голова неделя, как чугунная И домашним неловко Предстают, предлагают сходить в психоанали... Аналисту Аналитику! Куда ж деться пошла, как этот хрен с собачьей струбкой в зубах вылупился на меня филином, а потом как влякнет Поплачьте, сеньора, поплачьте Антония, ну хоть что-нибудь скажи или прокрепи, я хоть пойму, как ты там А то сейчас уйду и все, и ты меня больше не увидишь Честно говоря, я уже не первый раз собираюсь на тот свет Желтые таблетки не глотай, это мои таблетки от астмы В прошлый раз хотел вас выпуститься из окна Он охватил меня прямо на виду Какой... Я клянусь, этого больше не повторится, я ублюдок Какое мне дело до тебя, до твоих похождения, до твоих бессмыслых телок? А, с мозгами, значит, были бы встанно разные Пусти, я брошу с ней Поговорим на полу, нет Я его пусть и сломаю Пусти! Пусть ты в волнову сломал, идиот! Целый месяц в гипсе В гипсе зато живая А все пристают на лыжи, что ли, кататься Вот люди А до этого хотела застрелиться из пистолета Стой, стой, дура, я же бы не зарегистрировался Так можно, меня посадили? Причина моего желания уберите Максу даже Он меня больше не любил, он меня больше не хотел И трагедия начиналась всякий раз, когда я обнаружила у него очередной роман Да пойми же, ты с другими женщинами, у меня только секс и все А со мной даже секса нету С тобой другое дело, я тебе совсем уважением А, ну если с уважением Ведь у мужчины и женщины что главное? Уважение? Пошел в жопу! Такие минуты я действительно становилась пошлой Но это его пошлость Пошлость моего мужа заставляет меня срываться Ну разве можно столько времени не спать со мной, а? Неужели так приятно все выставлять на показ? Ах, ему ведь всем неприятно Я сначала думала, ну болен, ну переутомился Осторожно, полетишь с пятого этажа, тут же нет ничего под окном Ты с ума сошел, тут сценка Да, накончайся Слушай, я играю роль, показываю людям свою жизнь Когда я перестаю играть, то и окна твоего больше нет, где хочу, то и хожу И не прививая меня, я с людьми разговариваю Так, я думала, он болен, переутомился И вдруг обнаруживаю в своем напряженной сексуальной жизни С другими женщинами, естественно И когда я в отчаянии спрашивала, ну почему ты меня больше не хочешь, а? Почему ты не ложишься со мной? Он уклонялся от ответа Кто, я уклонялся? Да, да, даже свалил все на политику Я? Осторожно, упадешь Я играю роль Это что-то, ты действительно на пятом этаже Представляете себе, темная ночь, мы в постели Ну почему ты меня больше не хочешь, а? Пойми, дорогая, не могу В стране развал, инфляция Ну что, инфляция это не моя выдумка, это факт нашей жизни Разве не правда, что после крафта многих политических движений Мы все почувствовали себя немного обманутыми Когда под ногами густота вокруг Безответственность, цинизм Браво! Один разочаровался в политике, поэтому бросает семью, детей Ударился в экологию Другой бросает работу, открывает диетический ресторан Третий бросает жену и открывает бордель для собственного пользования Одиноплаты во всем политика Ну да, согласен Это глупая альтернатива Я похож на коллекционера постельных похождений Ну честное слово, с тобой-то у меня все по-другому Ты единственная женщина, без которой я не могу обойтись Самая родная во всем свете Мой надежный приют Ты у меня как мамочка Мамочка? Взвание меня повысил, да? Жена не вроде государственных чиновников Когда чиновник больше не нужен И он защитит президентом какой-нибудь дурацкой конторы Так и я, почетная мамаша Ну нет, не лык Предпочитаю пустить садовочные девки, которые швыряют на койку и вульгарно используют И тебе не теплая подстилка с мягкой диткой Мамочка, сам не понимаешь, как это пошло и оскорбительно А тебе что? Старые туфли, которые можно вышвырнуть в сортир? Да мне будут любые мужики, как я только захочу Нечего тут умыляться самоуверенным видом Вот открой бордель прямо напротив твоей работы Буду гулять с плакатом, продаются чистовые Мота и надушенная жена инженер Мампретти Скидка профсоюзным членам Что, что? А это ты умеешь Поплевать мои самые лучшие чувства, с которыми я с тобой откровенно делюсь Хочу хоть искренне поговорить Ну поговори Объясни мне, что у тебя за частотка прыгает на всех вам подряд Спида на тебя нет Да оцепись ты от пистолета, не бойся, не застрелюсь Честное слово? Честное слово, не буду стрелять Разхотелось Перейду Я тебя застрелюсь А я не шучу Ты что, с ума сошла в меня стрелять? А если попадешь? Я же играю роль А ну, в лицо к стене стоять не двигаться Сейчас поговори с тобой пару минут, а потом шлеп на тебя В один прекрасный день мой муж перешел в контрнаступление А ты хоть что-нибудь сделала, чтобы преградить наш разрыв? Когда я в поисках настоящего чувства наконец-то выбрался Из предела семейного круга Ты хоть делай что-нибудь, чтобы меня понять Ну, милый мой, что ж ты сразу не объяснил, что нуждаешься в чувствах, а? Зачем искать их за пределами семейного круга? Вот я тебе сейчас покажу семейный круг с чувствами Сажу пулю, даже знаю куда В один прекрасный день мой муж перешел в контрнаступление Я наслушалась, мы должны больше общаться друг с другом Культура спасет наш враг Проклинал ханшество, поносил мещанскую мрать Да, потому что супружеская верность не для цивилизованных людей Все эти разговоры любящих в супругах Преследуют сугубо материальную выгоду в семье Утверждают господство мужчины Ты все это сам придумал? Или насмотрелся передачу советам молодым супругам, а? Дружку уважения Бабушке своей, расскажи! Я хочу, чтоб мой муж любил меня Чтоб хватал меня, держал с ножом и швырял в постель И чтоб я вылезала оттуда на карачках Вот с таким синяком под глазом Я не могу, чтоб мой муж был еще одновременно Чем-то любовником Я этого не вынесу при моем характере Потому что я ведь по натуре рак Да-да, любимый, я рад Созвездие прямо скажем дерьмовое Представляете себе Звонят в дверь Открываю Кто там? Ой, мой муж А эта миленькая особа Кто ж такая? Знакомься, милая Моя жена Моя любовница Ой, хорошенькая Ты в таком классе, девочка? Ой, ну ладно, проходите Ужин готов Вот ваша спальня То есть наша Ой, то есть нет Вы не волнуйтесь Я уйду Я буду спать в другой комнате На диванчике Поджав коленки до подбородка Вы можете лежать и пыхтеть Обо мне не беспокойтесь Я ушки ваткой заткну Ха-ха-ха-ха Ты этого хотел Твой свободный брат Чушь собачья Уже многие обошлись Ну и что? Другие пусть обжигаются Набивают шишки А мы должны окунуться в него с головой Стать свободной супружеской парой Свободной парой? Да я прикучу тебя Вон из дома И в конце концов И в конце концов Он меня убедил Чтобы спасти наш брак Нужно было сделать общественным достоянием Нашу пустель И что самое удивительное Именно Роберто Мой 25-летний сын Подпил меня попробовать Мол Хватит, мама Так больше нельзя Переежь все друг друга Ты, мама, совсем превратился В папин довесок Тебе нужна независимость Папа гуляет по женщине Но и ты тоже Нет, не ради мести А потому что так будет справедливо Заведи себе другого мужчину Роберто, сынок Что ты такое говоришь? Ладно, мама Небось не святая Заведи себе мужчину Симпатичного Моложе папы Из левых лучше всего этого Демократа Попробуй, мама Я помогу тебе, мама И он так говорил Мама, мама Что я не устояла И решила попробовать Собрала все дрянки Которые носила В супружеской жизни И вышел на них К черту Помещалась по магазинам Закупать новый гардероб На какие Покупила какие-то штанов Юбок Сделала прическу Торчком И было омерзительно А походка На вылеты Верплют с артритом И глаза взрываются Не знаю Что я там искала Наверное Какой-нибудь Ну, чек на счастье А там одну тюрьму собачье Мой сын Следил за моими превращениями Был очень давно Молодец, мама Подобралась Потянулась Не потянутся Ой, не потянутся Мама Сыном, что же он делал с ягодицами-то? А ты, мама, ходи на цыпочках Я вот так целый день Как вахтушная Надо же ягодицы подобрать Из-за чего такое упражнение Лягушка Опа! Опа! Вы не смейтесь Я посмотрю на вас завтра на улице А всякие прогибания И растяжки У меня уже условный рефлекс выраптался В лавку приду так Полкило сыра свежите Самар Раз! Опа! Сеньора, где вы? Матюшную вечеринку с друзьями Старайся поймать Чей-нибудь взгляд Вот Я бы посидела Вечерами напролёт С твоей тарелкой И всё В пестолку наоборот Тут ноговая смотрела Упугался Чтоб славилась Спятила что-либо Черные глаза А у вас тоже, да? Потом я стала замечать Что кое-кому нравлюсь Мужчины В возрасте От восьмидесяти до девяносто четырёх Сырки у нас в квартале Пускали слюни к мою сторону Чё-то Мальчишки лет по двадцать Видите за что Вам не искали Лишь однажды У меня возник Роман Ну Тот ещё Роман Со школьным приятелем Моего сына Он как болит целыми днями Не вылезал из нашего дома Делал уроки Полничал Потом в университет пошёл И по-прежнему у нас И вот однажды Сидит он у меня на кухне А я стою к нему спиной И делаю ему бутерброд И прямо там На кухне Она у меня маленькая Тесная Я вдруг почувствовала Вдруг ощутила Ну такое Зов джунглей Поворачиваюсь Вижу этого мальчика А он смотрит на меня Своим синим глазом Нет У него вообще Оба глаза на листе Это я так говорю Синим глазом А я сама не своя С бутербродом Ну как к магниту А он берёт мою руку А я ему говорю Ты что А сама Рада Он Я люблю Тебя люблю Люблю С первого класса Что ж ты раньше молчал Ой Нет Конечно я Мне кажется делать Слушать как убивается Бедный ребёнок В конце концов Я ведь тоже мать Не выдержала В один прекрасный день Сказала ему Все хватит Ребить Назначила свидание В довольно тихом Уютном Безлюдном месте Сказала Увидимся завтра В три Кладбища Уютный бар Мы там часто С мужем бываем Когда После похорон В общем Своё сейчас спала Потому что любовь Не признаёт возраста Добралась до этого бара Сердце как молоток А он уже там Стоит Улыбается Я никогда не видела У человека Только зубов Крокодил да и только Хотела сказать Укуси меня Укуси Но промолчала Сажусь Подходит официант Что угодно Сеньора вам И вашему сыну Ну что им надо Вечно лезут Выяснять Родственные связи Не коньяк А ему газирован воды И соску Сказала что плохо себя чувствую И ушла домой В общем Погуляла Мой муж хотел сделать Свободную пару И катая ему Что называется Дала добро Иди Свободной пар Гуляйся Нашайся с кем хочешь Вы б его видели Её слова о свободе Буквально ошеломили меня Жгучее чувство вины В тот же секунду пропало Я был свободен Свободен Только что не летал от счастья Мне в петлю лезть А его распирала От любовных авантюр Ещё и делился со мной по секрету Знаешь Сам одно и дело клянчила Расскажи да расскажи Ну вот я и делился Значит я мазохистка В то время у него была связь Почти серьезная Почти настоящая с девушкой В лет двадцати семей Интеллектуалка Излябья Демократка Почему с таким произведением? Так можно издеваться над интеллектуалками Напротив Мне оказали честь Я повышала свой культурный уровень Ей очень нравилось Как я готовлю И ела она Будь здоров Втрискала Наворачивала Как жрут интеллектуал Ты не жрёт больше никто А ты злая Да я злая У меня вся голова рогами взросла Напоя злой робот немного Она его любила Но не так как я Без собственничества У неё одновременно был роман с другим мужчиной Который любил другую женщину А та женщина была замужем с другим мужчиной А этот мужчина любил другую женщину А вообще бесконечная цепь салонных пар Целая морока А мой одновременно водил шашню со студенткой Очень милая девчушка Вечно с мороженым Даже зимой Она ходила в колледж А он дома помогал ей делать урон Ну это же было что-то вроде игры Мы с этой девочкой просто играем А играем в прятки под одеялом Раз, два, три, четыре, пять Сам же рассказывал Знаешь за что я люблю ее? За то что непредсказуемая Сумасшедшая За то что хохочет Плачет Смеется Плюется мороженым С ней я себя чувствую одновременно И мальчишкой И овцом Отец-женочка Ну очень осторожная Я не хотела утвердить Смотри, чтоб только не забеременела А он, ну когда она со мной все нормально А когда она с другими Я ж не могу стоять рядом в прорезе Она тебя сам посвящает Что скажешь, не так Все так Только последние слова Это твоя очередная острота И вот мой муж однажды приходит ко мне И вот так говорит Послушай Тут по женской части Сводила бы ты пьерину Пьерина Это сама девочка с мороженым К гинекологу Пусть поставит ей спираль Может уговоришь и тебя она послушает Ну хорошо 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 Буду пьерине заботливой мамой Свожу ее к гинекологу Скажу Господин гинеколог Поставьте спираль Любовница моего мужа Главное, чтоб доктор тоже любил пошутить Как мы с тобой Субтитры Да я эту спираль тебе варкну Будешь писать ей летом Субтитры Вот как она все воспринимает Это еще цветочки Расскажи, расскажи, что ты отмочила Ну смотри, у меня все в порядке Я как раз открывала консервы Помидоры, очищенные в собственном соку Большая железная банка на пять килограммов Я всю эту банку взяла И надела ему на голову Аж на подбородках Так живописно получилось Ну просто средневековый рыцарь перед турниром Он лишь ничего не верил И соображает Тогда я схватила ему руку И всунула Прямо им раскаленные тосты А-а-а! До сих пор на руке шрамы Я была как жареная пивштекс Потом целую неделю Уходил с салатными листьями в кулаке Чтоб не так болело О крики и оскорблениях Я же говорю Свободные демократические, чем я А почему хотел Я тогда велась огромного прогресса Очень сильно продвинулась В сторону свободной любви Но требовать, чтобы я Законная жена Кормилась ложечки его сопливых любовниц В конце концов должно быть Какое-то чувство меры Совсем другое Он был мужчина Но я ничего такого не хочу сказать Он был мужчина как мужчина Нормальный А теперь просто садонел Только делай что-то Ищет Ищет И смазывает А в том числе все одно И сейчас нет Вот так агент КГБ дает только Это он знаете что Попки ищет Понимаете? Попочки и смазывает Ну все, хватит, прекрати Ради восторга Двух-трех фанатичек Которые всеми фибрами Ненавият мужчин Ты готова меня винчевать? Ладно, переборщила немного Из любви к парадоксу Ничего себе парадокс Обсмеяла, понимаешь Опозорила Кто я теперь? Охотник за попками? Классический сексуальный террорист И способный на малейшие чувства Дескать одно на уме Как я со многими из них Не общаюсь Ради общения И не бледно в постели Как? Ты сам же вечно твердил Секс и только секс Ну да Потому что если я тебе скажу Что главное между нами чувства Ты вообще остервенеешь Это точно Ну он переспал с кем-то Это еще полбеды Но вот если у них чувства Я устала ему твердить Устала, что у меня внутри Какой-то дурацкий барьер Устала Я не могу себе Одновременно завести Любовника Он будто не слышал Уговаривал меня Добротушный и искренний Как старый друг Послушай, Антония Если ты наконец поняла Что я не твой мужчина Начни новую жизнь Найди себе настоящего мужа И ты заслуживаешь его И ты необыкновенная женщина Бразильский сериал Нет Нет И что ж уходи Пусть я останусь здесь одна В доме Так спокойнее Что ты еще придумала Пожалуйста А я хочу Умереть Милки А я хочу Умереть Я не могу Умереть Жизнь политика Соседи Прости что заставляю Тебя столько волки Я брошусь Не сброшусь Одновременно застрелюсь Антония Веди себя В конце концов Как нормальный человек Антония Повела себя Как нормальный человек Я переехала на эту квартиру Я нашла себе работу Это очень много значит Иметь работу Целый день Среди людей И слезы больше не текут Независимость, свобода Утром выхожу из дома Сажусь в красивый автобус и еду А люди в автобусе Толкаются, ругаются, трогают сзади Кратут кошельки Но видеть рано поутру множество сердитых людей Сплошное блаженство И поддержка Я перестала чувствовать себя одиночкой брошенкой В этом мире Вечером Вечером хоть ложись-то умирай Телевизор, телевизор, реклама Тогда я сказала себе Все, хватит, хочу жить И отправилась добровольной помощницей В наш наркологический диспансер И сам, конечно, я ощущала себя полезной Мой муж, несмотря на свои бесконечные амуры Регулярно заходил ко мне Дважды в день подкрепиться От него не ускользнула моя внутренняя свобода С кем ты встречаешься, с кем познакомилась Меня прежде всего удивило то, что ты перестала Интересоваться моими проблемами Зато он вдруг стал интересоваться моими Куда это ты собралась? С кем у тебя встреча? Она все отрицала и не признавалась Не то, что отрицала Просто не хотела сговорить Кланялась от ответа так же, как ты в начале Ну, просто, не знаю Муж есть муж Как ты лишь однажды набралась смелости И сказала ему Знаешь, дорогой Я, кажется, нашла своего мужчину Ах, вот как И кто же он? Спросил мой муж И задергался Аж дыхание у него перехватило Задергаешься тут Ошарашивал прямо в лоб И живот надулся Забыл вам сказать У него есть такая болезнь Называется нервная аэрофагия Стоит ему разволноваться У него надувается живот Я в нашей свадьбе тоже ужасно боялась Забывается живот И в тишине Потому что после его припадков Повисает такая неприятная тишина И в тишине Пук-пук-пук-пук Давай, включим вот это На ней как стереопоническую запись Пук-пук-пук-пук Ладно, зря Давай, еще сыграем для нее всю сцену Ты помнишь? Мы играли в карты Я сдавал Первый экипы у меня Там было так Знаешь, дорогой Я, кажется, нашла своего мужчину Да ты что Поздравляю Честное слово Своего мужчину Кто же он? Чем занимается? Ни за что не угадаешь Во-первых, он не из нашего круга А не из нашего? Да Тем лучше Он профессор физик Преподает, что ли? И то дело А вот этого не надо Потому что он заведует кафедрой В Пизанском университете Доцент, значит Подумать только Кроме того, ведет научную работу В Евроатоме Это центр европейских атомных исследований А атомных Небось заставил подписать тебя воззвание В защиту атомных электростанций Вовсе нет Он против атомных электростанций во всем мире От них, говорит, большая опасность И даже заявляет по этому поводу Политический протест А веселый Слушай, я узнал совершенно невероятную вещь Его выдвинули на Нобелевскую премию Крыто Подумать только Любовник моей жены без пяти минут Нобелевский лауреат Мозги, стало быть, валят Да уж, наверное, валят Я, честно говоря, не разбираюсь Но он вообще такой ходячий мозги Хорошо, когда в семье гений Большая честь От этой чести нижнюю губа Он не подвесил на три сантиметра И висел так три дня Нервный пролич Я тут хотел спросить У вас уже было что-то? Уже были вместе, я имею в виду? Мой лишенный предрассудков Пороскованный муж Свободный пар Задал этот вопрос И у него снова началось Пук-пук Хватит подробностей Отвечай Я бы сказала там Но на самом деле нет Почему? Никакой любви? Что-нибудь? Нет, все так Только я не готова Он все прекрасно понял Понял? Что понял? Что я не готова Он так и сказал Юренье Юренье? Разве ты уже не Антония? Я еще Антония пока Но он зовет меня Юренье Это такая частица плутония Он не станет называть меня рыбкой Как какой-нибудь водопроводчик А водопроводчики называют тебя рыбкой? Нет Потому что он не говорит банальности Как ты Как я Юренье Наши чувства К другу слишком глубоки Чтобы и не бросаться Нам с тобой нужен размах Нужен полет Выходит У тебя серьезно статьем Атомом? Выходит серьезно А что по-твоему Лучше кихли Да как? Ну нет Почему же Я ведь сам советовал Сам учил Как разкупать Я ведь тоже посвященный человек С понятием Демократ Ублюдок 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 Он тебя уезжал, оскорблял, использовал и уврасывал. Но ты никому не должна достаться, если какой-нибудь мерзалец не видит, что ты еще довольно-таки привлекательный, даже если тебя едут в себе. И на счет искать твоей любви, тут можно вообще свихнуться. Если окажется, что он еще веселый, остроумен, что у него награды и премии, к тому же большой макро. А не убивайся, кто? Не поддал я еще, чтобы он играл на гитаре и пел стиль. Как ты его знаешь? Кого знаю? Профессор, а ты что, шпионил за нами? Шпионил? Чего ты болтаешь? Откуда тебе известно, что он играет на гитаре и поет рок? А он что, играет на гитаре и поет рок? Ну так кто тебе сказал? Никто, я сам только что сказал, но угад. Это отскоков в точку. Ну надо же, атомный физик. Песни поет, а мне медведь на ухо наступил. Однако, атомный профессор. В солидном возрасте и подражает Элвису Брезере. Что значит в возрасте? Он моложе тебя и никакому Элвису не подражает. У него свои собственные стили. На гитаре как он играет, как ангел. А голосом изображает трубу. И на раяне может. И бесподолбно имитирует американскую речь. Hello, dolly. This is lois dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, dolly. I can't tell, dolly. Профессор, доцент, копьюнтер. Как-то бетто. Да, и музыку сочиняется. А я как раз хотел спросить, можно еще и музыку сочинять? А он как раз сочиняет. Да, и музыку, и слова. У него есть очень известные песни. Одну он посвятил мне. Он его петь может песню, которую он или сам, или сам, или честный любовник. Мы по-другому сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, все, набрать я до конца. Номер моего желанья. Как раз для вас у моего лица. Ты возникла на моем экране. Мои глаза тебя увидели, посмотрели в постели. И все мои подохранители к черту повезли. Хорошая песня. Ощущение такое, что ее написал не профессор, а телефонный мастер. Почему? Ой, это потому что номер предохранителя, слушай, я даже не подумала. Я ему обязательно скажу, когда увижу. А ты когда его увидишь? Скоро, уже за обедом. За обедом? Уже? Ну да, дорогой, мы вместе проводим выходные, так что извини, у меня всего час на диване. Чего знать? Это да. Ну если он так тебе жутко дорог, если он так хорошо вместе, почему ты не уйдешь к нему насовсем? Снова связать свою жизнь с мужчиной никогда больше не повторит какой глупости. Даже если... Нет, к слову. Даже если я сам тебе предложу. Нет, слишком много мучений. А ты еще нервничаешь. Ха, в ромки грызешь, смотри. Пол пальца отгрыз, выпей водочки, полегчай. Гадость. Что, водка-гадость? Нет, водка хорошая. Гадость это про самого себя. Сам пить хотел, сам предложил жить свободной, открытой парой. Не могу же теперь потребовать, чтобы ты пошла на попятных. Дескать, мне не нравится. Но я тебя всегда тошнила от рок-музыки. Ты всегда говорила, что эта музыка для дебилов и психопатов. При первых же звуках бам-бам-бам у тебя сводило живот. Разве не так? Так, все так, я типичная глупость. Я была точно-суше, как моя бабушка. Да, теперь тебе нравится рок, потому что он молодит, потому что он греет кровь. Потому что его любит профессор. Новое увлечение, постмодернеза. Скажи честно, это он тебя перевоспитал? Конечно. Если женщина меняется к лучшему, то обязательно благодаря мужчине. Очередному пигмалиону. Если кто-нибудь из моих женщин, скажи, что меня нет, я ушел. Почему? Так не хочу говорить. Он отказывается от гарема. Алло? Ой, господи, что случилось? Боже мой, как ты меня напугала, я уже думала, опоздала. Это он. Кто он? Ты пошел? Да. Нет, я почти готова. Я сам придешь сюда ко мне, когда через полчаса нет я одна-одна в полном одиночестве. Ну, хорошо, скажу. Очень. Ну, хорошо, хорошо, скажу от начала до конца. Я тебя очень люблю, очень, очень люблю. Ну, все, ладно, пока, увидимся. Все, пока. Мог бы не гласить на меня. Я бы действительно, не на табр какой-то. Зачем было врать, что ты одна? Трудно было сказать, что я тоже дома. Нет, мне не хотелось. Ах, вот оно что, наш компьютер оказывается ревнивым. Почему я ревнивый? Допивай свою водку и проваливай. Ну, это еще зачем? Что не слышал, сейчас придет он. Ага, поменялись роли. Теперь муж должен убегать, чтобы он не застукал любовник. Я знал, что он ревнует. Почему он не ревнует? Просто я не хочу, чтобы вы встречались. Я понимаю. Ты боишься мне его показать? Тогда я увижу, что он не такой феномен, каким ты мне его здесь обрисовала. Как? И это все? А я так думал. Ты руку-то подними. Он не карлик. И я боюсь, как бы он сам в тебе не разочаровался. Что-что? Ну, понимаешь, я в моем возрасте нахожу молодого мужчину, который влюбляется в меня как сумасшедший. Лауреат международных премий. Преподает в Колумбийском университете, в Нью-Йоркском университете. Ну, не могу же я ему без пяти минут нобелевскому лауреату сказать, что мой муж был инженер Мамбретти. Ну, я ему обрисовала твой пакет. Может, не слишком близко к оригиналу. Он сказал, что он суперумный, суперостроумный, супердобрый. А я, по-твоему, не супер... Ну, переначь, я тебя тоже люблю такого. Ну, просто когда замуж шла, была еще совсем молоденькой девочкой, ничего не понимала. А теперь я другая. И кто знает меня, теперешние дивы даются. Ну, как могла такая женщина, как я, прожить столько лет с таким мужчиной, как ты? Не брызгайся снова, что ли, стирать. Ты понимаешь, как ты меня оскорбила? Лучше ты пойми, дорогой. Да кто ты такая? Я другая женщина. Да, другая, потому что свихнулась. Потому что твои друзья теперь снобы и рот-гитаристы. Всякое дерьмо. Дерьмо в шоколаде. Дерьмо! Как тонко. Настоящий лорд. Я так и думала, мой дорогой, что ты закатишь скандальную сцену. Но вот в таких шарфиках сцен не закатываю. Ты выглядишь просто смешно. Смешно, как пол в цирке. Ну, все, хватит, мое терпение ологну. Я убью тебя. Да ну, шоу! Он бы ни что ли наделал. Ты с ума сожжал убивать меня в моем доме. Вот что ты наделала. Я? Да, ты во всем виновата. Как же? Сама подстрекала меня. Я? Да ты. Я же хотел тебя убить, ты понимаешь? Что же показалось? Задохнулся от мысли, что ты меня бросишь. Но я люблю тебя. Что я такого сказала? Сказала, что ты похож на папа. Господи, нет, мне пора уходить. Так, останься. Пусти у меня свидание. Я люблю тебя. Давай поцелуемся. Пусти, мне пора уходить. Я сам тебя раздену. Телефон, телефон. А ну, никто не отвечает. Ты должна мне доказать. Что доказать? Я для тебя еще что-то значу. Я поняла. Я тебя тоже люблю такого. А то у меня сына большая на свете. Мудар. Обалдела, что ли? Ну, теперь застегай пиджачок. Посмотрел себя герой-люборник. Сколько лет тебе уже вообще наплевать. Живу я на свете или нет. Кто я? Живая, мертвая, блондинка, брюнетка. А теперь, когда появился атомный профессор, атомная угроза. Я помогла с любовью прямо здесь. И прямо, чтобы телефон под ребра. Ну, дорогой манит, я поняла. Ты просто хочешь вернуть свое. Если бы ты мог, ты бы выжиг мне клеймо на задницу, как король. Часная собственность. Куда бы хватило? Типичность феминистка до подобного образца. Я люблю тебя такой, какая ты прежде. Где Антония, которая кричала, ругалась, рвалась покончить жизнью? Я люблю ее такую. Приди в себя, Антония, приди в себя. Приди в себя, Антония. Снова страдай, мучайся. В понедельник бросайся из окна, во вторник вешайся. А в пятницу стреляйся. В субботу, воскресенье, выходные. В субботу, воскресенье я иду по женщинам. Так что обрети свою потерянную я, Антония. Не могу уйти из дома, потому что потеряла свое я. Сеньюра, вы не видели мою я? Она вот тут лежала у телефона. Вы не видели мою я? А, как же. Припоминаю. Она проезжала на велосипеде с адиповым комплексом на раме. Слушай, какой язык, какие обороты. Сколько иронии. Она еще злится, когда я ей говорю, что ее перераскатал по профессии. Так, дорогой мой. Отопил свою водку, проваливай. Освобожусь, сама позвоню. Нет. Что значит нет? Я передумал. Я дождусь его. И загляну ему в глаза. Ты же обещал. Ничего я тебе не обещал. Имею полное право познакомиться с любовником моей жены. Я взгляну ему в глаза, и если твой рок-гитарист поморщится в ответ и запрещит на гитаре, я ему эту гитару на голову надену. Если не разучить серьезно, прошу тебя. Уйди, не порти мне жизнь. Не уйду. Я так и знала. Я знала. Ты в конце концов поломал меня, заставил согласиться на эту гадость жить, как свободная пара. Я в буквальном смысле чуть не загремела в своем жидче дом. Чтобы не сдохнуть от тоски и унижения, я пошла искать себе мужчину. Я нашла его. Я люблю его. А он любит меня. И вот теперь ты хочешь ее испортить, да? Ты хочешь явиться перед ним в своем мысленном облике? Жалким, грубым, вульгарным, еще вдобавок разбить гитару об его голову? Лучше так прямо и скажи. Никакое светлое будущее мне не светит. Мое дело сидеть здесь и вилять хвостом при твоем появлении. Но, дорогой мой, нет. Я тебя обманываю. Я покончу с собой. Газ, я открою газ. Стой. Побереги газ. Газ. Я сам избавлю тебя от досады необходимости знакомить. Избавлю навсегда. Ты покончишь с собой? Каждый раз, когда ты ломала комедию, он оказывается не заряжен. Теперь я сам заряжу его. Ты покончишь с собой? Да, видишь, полный магазин патронов. А, само собой, ты же цельца не имеешь. Тебе надо расширить, стрельнуть, пока попадешь. Ладно, Батя, дай сюда пистолет. Пусти, я застрелюсь. Да. Пусти. Ты не хочешь, чтобы я тебя убежала? Не хочу. Ну, хорошо, стреляйся. Только стреляйся по-настоящему, уври. Не позорься перед людьми, они же деньги платили. Давай, стреляйся. А мне завтра другого актера приглашать. Тише, ну ладно, дай сюда пистолет. А, идиотцы, быстрее. Ничего, я не попал. Как же я тебе не попал прямо в ногу? Господи, нет костыль, в нашем доме всегда найдется. Горит и моя воля, даже застрелиться не можешь самостоятельно без жены. Ты права, я неудачник. Слушай, ты неудачник, здесь кровь. Сходи в ванну, принеси что-нибудь. Там ничего, ничего, Антоня, там немного, ничего. Конечно, ничего, нога-то моя, была бы и была нога. Шесть машин скорой помощи, восемь докторов, любимая мама. Господи, крестное полотенце на открытую рану, просто сон. Это ты пустил в воду в ванной? Да, я. Если не в тебе шпамы, зашел бы домой. Дома один душ, в ванной нет, под подушем не получится. Что еще за рибуси, а ну я отсюда костырем убью. Я вам особо хлопот не доставлю. Ведет твой компьютер, мы оба вытащите меня из ванны. Чего мы вдвоем должны вытаскивать тебя из ванной? Одна ты с моим другом не справишься, потому что ты тяжел. Ой, какое горе, какая беда, какая драма. Мой муж в моей розовой купальной шапочке собирается качать через самоубийство в моей ванной. Так вот, чтобы утопиться в моей малюсенькой ванной, нужна сила воли, которая у тебя отсутствует. Представляешь себе, зажать нос, погрузиться под воду и захлебнуться требует огромной твердости духа. Ты с твоим характером этого просто не сделаешь. Да ты не волнуйся, пугливых нет. Я сяду в ванну, возьму в руки электрический фен, включенный в сеть на 220. Останется только под этим ротежком щелк. Щелк, бум, треск, огонь, и меня нет. Насмотрелся американское кино по телевизору? Ну я не нуждаюсь в твоем кино. В атомных профессорах вообще в чужих мыслях. У меня есть собственные мысли. Дуракные мысли у тебя дурацкие. Так, извини, мне пора готовиться, развиться еще надо. Голом, что ли, качуриться решил? У меня свой стиль. Я же не полезу в ванну, понимаете, в пиджаке. Ну ладно, ладно, выходи. Давай поговорим, как разумные люди, а. Может, я что-нибудь так сделала, может, и сказала. Ну выходи, а. Нет, дорогая, поздно. Не подглядывай, это неполично. Господи, он в окно уилку фена в розетку. Ненормальный, ненормальный, остановись. Ничего, поймешь, как унижать, не оскорблять. Смерть я хочу. Какая вода холодная. Почему в этом доме вечер отпущен нагреватель? Господи, ну, нет, это все неправда. Нет никакого профессора. Я все придумала, его в природе не существует. Ты выдумываешь Бетту? А как же телефон звонил? Или тоже сама голосом начерекала? Да нет, кто-то другой позвонил, ошибся номером, полисил трубку, а я притворилась, будто на том конце профессора. Ну, доктриса, поздравляю. И не приближайся ко мне. Кушай будет, знаю я вас. Придет твой компьютер, вам и навалитесь на меня, свяжете. Ну, что ты, не стреляйся из фена, а? Давай лучше, давай лучше позвони в университет. Ты скажешь, позовите профессора с гитарой, любовника моей жены. Вот смех это будет. Алло, девушка, дайте, пожалуйста, номер университета в Пизде. Что, позвонить нельзя? Значит, все придумала? А я дурак. По-твоему, поверил. Господи, как же ты меня испугал-то, а? Давай лучше договоримся. Никаких больше самоубийств в нашем доме. Я все нарушку придумала, чтобы ты понял, каково мне было страдать и научиться. А ты поверил, дурачок. Ну, теперь у нас начнется новая жизнь. Новая жизнь героя моего романа. Новая жизнь. Сама ты дурочка. Поверила в сказку о моем самоубийстве. Как это была сказка? Конечно. Видишь, выключатель, он был повернут. И отключил свет во всем доме. Неужели я ради удовольствия разыграть сцену, я совершил бы от самосожжения, как буддистский монах? Поверил Никодих снова обманул. Большое тебе спасибо, ты меня здорово повеселила. А вот эти шаги поют. Не успел набрать не до конца номер моего желания. А я-то ему пыталась слушать, что никакого профессора не существует. Падонок, мерзавец. Ну все, Еврения, хватит. Пойди, открой, то я размяк от смеха. Это еще кто такой? Простите, вы кто? Ну как же, дорогой профессор, рогидарист. Значит, он существует? Существует. Нет! Нет! Спасибо. 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 Спасибо.